В ходе отчетной кампании депутат Ильичевского горсовета Олег Штембуляк провел встречу с жителями села Молодолинское, на которой рассказал о работе, проделанной за год городским советом и им лично как депутатам, а также ответил на вопросы сельчан. В пятницу в помещении Молодолинского клуба перед избирателями отчитался депутат Ильичевского горсовета Олег Штембуляк. Олег Борисович рассказал, сколько было заасфальтировано и освещено улицей Леза год. Отвечая на вопрос о канализировании Молодолинского, депутат объяснил, так называемой точкой отсчета в этом вопросе будет в малосемейной общежитии, которое строится возле школы. Вот этот социальный объект, это есть точка отсчета для канализации, для канализирования. Она пройдет, я видел уже проект, он готов, управление капитальным строительством. От малосемейки школы вниз по улице Зеленой до улицы Набережной, по Набережной пройдет, по улице Первомайской и выходит на СРЗ. Там есть закомпанированное подключение и он будет туда. На встрече жители поднимали проблему строительства детского сада. Олег Штембуляк рассказал о ходе решения этого вопроса. Управление капитального строительства занимается проектирование. Дело в том, что начали делать проект на базе клуба. Задробили этот проект, малая территория, не хватает земли, плюс вложения надо очень большие, старое строение, реконструкция, не совсем как бы рентабельно. Появилась эта территория, эта идея возле школы, сейчас управление капитального строительства этим занимается. Жители Малодолинского рассказали о проблеме, связанной с движением большегрузного транспорта по улице Ленина. Я собрала подписи, как президент ручного комитета, у меня есть подпись, у кого что разрушено. Вот даже у меня новый дом, ну потресканы стекла у нового дома. А у других кто обвалился подвал, ну еще чего-то. Ну просто силу. Значит, вот это все посмотреть нужно, что первоначально и что. Но улицы Ленина, вы знаете, надо обязательно, в первую очередь, раз используют они нашу улицу, так пусть ее и ремонтируют. Прошедший отчет показал, что еще немало проблем требует своего решения. Главное, что избиратели рассказали о них непосредственно представителю городской власти.